Благодарна всем, кто пришел сегодня утром на этот доклад. И я здесь, собственно, потому что уже второй год работаю в коллективном проекте, который поддерживает фонд Михаила Проморова. Мы с коллегами сидим в поле Огненске и берем серию биографических интервью у людей, работающих в 19-ти Огненских институтах, объединенных прежде всего атомной проблематикой. И моя задача сегодня будет заключаться в том, чтобы с одной стороны показать проект, а с другой стороны соотнести его с проблематикой кончеренции. И в этом смысле я благодарна той теме, которая была обозначена в этом году, потому что она в достаточной степени далека от нашего Огненского проекта и напряжение, которое создается между проектом, посвященным советской научно-технической интеллигенцией и исследованиями травмы, позволяет решить ряд и эмпирических, и эпистемологических вопросов. Я начну с эпистемологии довольно коротко, пробегусь по каким-то сюжетам, которые кажутся мне полезными и продуктивными. И остановлюсь на трех тезисах, связанных с моим эмпирическим материалом. Надеюсь, что на это времени мне хватит. Обращаясь к тем вызовам, которые предъявляют социальному исследователю работы, связанные с вбрасыванием в социогуманитарное пространство психоаналитических концептов вообще, концептов травм, мне бы не размышления хотелось начать с обращения к работе Сержа Московича. В 1961 году вышла работа французского социолога и социального психолога Сержа Московича, которая называлась «Психоанализ его образа и его публика». Работа довольно долгая, как это часто бывает с франкоязычными работами, оставалась внутри французского языкового ареала, и при переводе в конце 80-х на английский она стала событием. Идея Московича заключалась в том, чтобы показать, каким образом психоанализ изменяет, по сути дела, воображаемые в порядке представлений французов о ментальном устройстве человека и практике обращения с собственной психикой. Мне кажется, что работа подобного рода по отношению к теории, теории преображенной и современным социогуманитарным исследованиям, преображенным психоаналитическим фреймом вообще, и концептом травмы в частности еще может быть только продевано и предпринято. Но уже сейчас становится очевидно, что для тех, кто не является играющими психоаналитиками на территории культуры, для тех, кто не работает в зоне, собственно говоря, травм-стадис, это вызов, адресованный прежде всего к культурным исследованиям и исследованиям, связанным с конструкционистской ориентацией, поскольку вопрос о травме заставляет переосмыслить те тезисы, ставшие уже классическими, которые позволяют социальному исследователю, как по нотам, разыгрывать исследования, посвященные социальному производству реальности. Исследования этого порядка за 40 лет своего существования порядком алгоритмизировались, стали в достаточной степени механистичными, и вброс или прививка травматического сюжета оказывается довольно продуктивным переходом от такой уже несколько навязчивой, гладкой, выхолощенной синтагматики к довольно продуктивной аналитической парадигматике. И в этом смысле мне кажется, что после нулевых годов уже невозможно безоглядно говорить и безостановочно говорить о гладком процессе социального конструирования реальности, не обращая внимания на сбои, разрывы, остановки и вклад этих сбоев, остановок, перерывов в артикуляции в производство не только социального, но и субъектного начала. И, собственно, именно из этой перспективы становятся понятны те издержки, которые претерпевают исследования, связанные с пользованием концепта травма, социальными исследователями вообще, социологиями, социальными антропологами в частности. И в этом смысле та траектория, которая наблюдается в движении, например, от работ Кати Карут и Диди Юбермана к работам Питера Штонке и Джеффри Александера, та работа, которая связана с присвоением, освоением теории травмы, ее инструментализацией, превращением в социальный инструмент и алгоритм нового социального исследования. Эта работа кажется одновременно и продуктивной, и дефективной, и странной, и требующей некоторой оглядки. Социальные исследователи, которые привыкли производить алгоритмы из всего, в этот момент, наверное, должны остановиться, и, может быть, я попытаюсь представить здесь опыт социального исследователя, который останавливается, оглядываясь на травму. Соответственно, если говорить о материале, с которым работали я и мои коллеги, то и сегодня я буду цитировать какие-то фрагменты из биографических интервью, которые были взяты моим коллегой Романом Хандошко и из своих собственных, из интервью, которые брала я сама, то вот уже с прошлого марта мы находимся в Обнинском поле. Обнинск — это один из советских атомоградов, возникший на заре советского атомного проекта, созданный вместе с первым главным управлением в 1945 году, изначально заселенный немецкими специалистами, работающими над урановой проблемой, и перенесенными, переведенными в ведение МВД Министерства госбезопасности. Город одновременно секретный и рассекреченный благодаря атомной станции. Город довольно уникальный среди других городов атомной отрасли, уже благодаря тому, что в нем оказалась сосредоточена разнопрофильная атомная и не только атомная, а сопутствующая ей наука, начиная от головного физико-энергетического института на входе лаборатории, секретной лаборатории В, в которой решалась реакторная проблема, и кончая, например, институтами сельхозрадиологии и НПУ-технологии, работающей на космос. Соответственно, к началу 90-х годов структура города предполагала очень выраженный, выделенный, наукоемкий компонент. Уколо 40% населения было занято в научно-исследовательской деятельности, а до этого больше, потому что к концу 90-х концентрация научного контингента горожан находилась в гораздо более размытом состоянии, чем на входе на грани 40-х и 50-х, когда на эту территорию стали приезжать советские специалисты. Наша задача заключалась в том, чтобы в достаточно широкой линейке глубинных биографических интервью получить некоторый срез одновременно и персонально сфокусированный, и диагностичный для выявления сообществ и даже некоторой, если угодно, социально-антропологической генерации ученых, работающих в советской большой науке во второй половине 20-го века, реализующих специфического рода и трудовые, и жизненные траектории. И надо сказать, что в этом смысле работа с травматическим опытом ни в коем случае не была не выделена неприоритетным сюжетом для нашего проекта. И, может быть, в этом случае мы имеем дело, или я имею дело, с достаточно чистым опытом. До того момента, как я была озадачена темой этой конференции, вопрос о обнаружении специфических сегментов, неартикулированных, непроговоренных, выведенных за пределы рассказывания, болезненных, в опыте моих информантов, этот вопрос, конечно, время от времени передано ситуативно возникал, но он ни в коем случае не был ни направляющим, ни стратегическим. Между тем, я обратила внимание на то, что в массиве интервью на сегодняшний момент мы с коллегами взяли порядка сотни глубинных биографических интервью, ну и примерно две трети из них транскрибированы. Это довольно большой массив текстов. И я обратила внимание на то, что в этих текстах можно выделить, или, по крайней мере, выделяются, или обнаруживаются три зоны, вокруг которых наши собеседники реализуют достаточно специфические дискурсивные траектории в ходе глубинных биографических интервью. Это сюжеты, которые имеют отношение к событиям 67-70-го года, известные как диссидентская история или диссидентский случай в истории Обнинска. Это события Чернобыльского круга, и это события, которые связаны с структурным или системным влиянием на большую науку распада СССР и перехода научно-исследовательских учреждений на новые или другие режимы финансирования. Соответственно, для того, чтобы работать с этими сюжетами, мне понадобится специфического рода концепт, почему это не травма, в какой связи концепт, с которым я буду работать, находится с травмой, для чего он нужен, я постараюсь в двух словах сейчас пояснить. Я обращаюсь к концепту, который предложен Майклом Биллингом. Это британский дискурсивный исследователь, работающий с локальными режимами дискурс-анализа и гибридизирующий психоанализ и дискурс-анализ. Сам он говорит о том, что это, конечно же, оксюмарон. Тем более, эта конструкция оказывается оксюмароном, применительно к работе с психоаналитическими концептами. А Биллинга интересует не что иное, как работа с механизмом вытеснения. Я не хотела бы отвлекаться сейчас в значительной степени на рассказ о том, какую роль в производстве травмы, и для Фрейда в большей степени, для локанов меньше, играют процессы вытеснения, но совершенно очевидно, что в больших психоаналитических системах эти процессы и процедуры постелируются в качестве универсальных, но не проблематизируются, не инструментализируются. Что делает Биллинг? Он предлагает инструментально отнестись к работе с процедурами вытеснения, приложив к ним вполне себе эмпирическую линейку работы с локальными порядками коммуникации. Биллинга интересует, каким образом в ситуации разговора реализуется, как он говорит, двойной формат, ну, то есть или обнаруживает себя двойной формат вытеснения. Во-первых, репрессивное начало самого диалога, когда в разных режимах коммуникации выведению за пределы коммуникации разговора подлежат разные содержания. И выведенные за пределы разговора содержания продолжают структурирующе влиять на позиции участников коммуникации, те значения, которые производятся в ходе этого разговора. С другой стороны, Биллинг полагает, что сама процедура вытеснения диалогична, поскольку существует в качестве вполне себе социально маркированного и имеющего социальные коннотации режима запрета, имеющего этический, цензурный, политический и прочие, собственно говоря, основания. И в этом случае, по сути дела, меня интересовал некоторый, можно так сказать, дискурсивный ландшафт вот этого самого дискурсивного вытеснения внутри глубинных биографических интервью. Меня интересовало, каким образом, говоря об обстоятельствах, во многом изменивших и эффективный, и интеллектуальный ландшафт огненской науки в конце 70-х, как об этом говорили мои собеседники. Собственно говоря, или точнее, как они об этом не говорили. Проблема работы с молчанием и связи молчания со сложным, болезненным, неартикулированным, непростым, невписываемым в жесткие дискурсивные рамки опытом поднималась неоднократно. И, соответственно, фамилии авторов, которые работают с этой традицией, я здесь обозначила, начиная от различных генераций молчания и кончая связкой между молчанием и субъектностью в начале этой троицы. Но сейчас я хотела бы сказать о том, что, отсылая к истории или к тем, которые произошли в Угненске на грани 67-68 года, когда изменения партийной политики, с одной стороны, активизация интеллигентской среды в Угненске, с другой стороны, привели к серии репрессивных действий со стороны областных и городских партийных властей, вызвавших серьезные изменения в кадровой политике, увольнения с работы, лишения формы допуска и разрушения тех достаточно утопических представлений о социальном, интеллектуальном и коммуникативном горизонте науки, которые существовали на тот момент в Угненске. Обсуждая все эти моменты, мои собеседники вели себя достаточно стратегически сходным образом. По сути дела, вводя тему, которую зачастую вводили они сами, они реализовывали различного рода стратегии непроговаривания, непроговаривания, уклонения от высказывания. Эти стратегии опирались либо на введение индексальных конструкций, либо, то есть, причем в совершенно разных зонах, индексальные конструкции, которые замещали прямое наименование, вводились в случае, когда речь шла о действиях власти, о субъектах тех или иных социальных действий, о порядке отношения, говорящего к тому событию, о котором идет речь. Сходная стратегия наблюдалась в том случае, когда речь шла о отношении моих собеседников к Чернобыльской аварии. Дело в том, что для советского атомного сообщества, помимо привычных коннотаций, Чернобыльская авария имела дополнительные контекстуальные смыслы и значения, она оказалась своего рода профессиональным шоком, сообщество жило в абсолютной уверенности в непогрешимости реакторов РБМК, которые были размножены и переданы Министерству энергетики из Министерства среднего машиностроения, курьировавшего, собственно говоря, советскую атомную отрасль. И что достаточно любопытно, что если, например, наши собеседники, работавшие в нереакторных институтах, например, в институте экспериментальной метеорологии, занимающейся в том числе и ядерными метеорологическими делами, достаточно подробно рассказывали о их поездках в Чернобыль и о действиях по ликвидации Чернобыльской аварии, то у физиков-реакторщиков наблюдалась совершенно иная реакция. Они реализовывали все те же различные стратегии выведения или ухода от прямого высказывания относительно не только причин аварии, но и ее характера. И, наконец, соответственно, довольно сложной для оговорения оказывается зона, которую мои собеседники называют зоной развала или распада, соотносимой с поздним советским периодом. Безусловно, по отношению к этим трем зонам, по отношению к которым, я полагаю, в ситуации коммуникации производится вот это самое идеологическое бессознательное, в производство которого включаются в том числе и исследователи, замещающие неприятные слова, например, там, борьба с диссидентами на события в Омнинске, ну, то есть, что видно по текстам интервью. Вот, соответственно, если обратить внимание на эти три сюжета, то, безусловно, по отношению к ним реализуются как достаточно общие, так и дифференцированные стратегии. Ну, вот, о большей зоне там аффективной вовлеченности, даже некоторой агрессии, можно говорить в связи с Чернобылем, различные там регистры производства дистанции реализуются по отношению к диссидентскому сюжету. Но я хотела бы, перескочив через некоторые детали, о которых можно говорить, перейти к второму и третьему тезисам, которые мне хотелось бы сформулировать. Если в качестве первого тезиса я предлагаю тезис о возможности продуктивности эмпирической работы с непростым опытом артикуляции при помощи категории диалогического бессознательного, то в качестве второго тезиса я бы сформулировала тезис о структурирующем влиянии или воздействии границ между официальным и неофициальным на производство болезненного опыта тех, кто включен в советское атомное сообщество. И я бы хотела остановиться на трех моментах достаточно кратко, но просто показывая, каким образом это граница официального и неофициального в зоне вполне себе, казалось бы, рядовой меморизации выявляет те содержания, которые ускользают или выводятся из коммуникации, потому что они невозможны, неприемлемы, болезненны, находятся в зоне зияния или разрыва тех режимов артикуляции, которым располагают представители сообщества. Я понимаю, что на слайде не видно ничего. Вот в верхней части невидимого, ну то есть вы могли бы увидеть силуэт человека, а в нижней части невидимого силуэт города. И первый сюжет, к которому я хотела бы обратиться в связи со структурирующей границей официального и неофициального для производства травматического опыта опынских атомщиков, и не только опынских, я хотела бы обратиться к фильму, который был снят в 1990 году по заказу директора Прикаспийского горнообогатительного комбината. Это одна из структур Советского атомного министерства Средмаша. Директор Владимир Кузнецов заказал двум документалистам, сценаристу Олегу Клятковскому и режиссеру Игорю Бонопольскому фильм о бывшем министре атомной энергетики. На тот момент Ефиму Павлу Ячиславскому было 92 года, жить ему оставалось 2 года, и уже 3 года он был не удел, будучи отстраненным от должности после Чернобыльской аварии, точнее, будучи подавшим в заявление об уходе по собственному желанию по причине болезни уха. Ну, то есть, так, собственно, назначилось в официальном заявлении. Соответственно, что в этом случае мне кажется любопытным? Фильм плохой, но это единственный фильм, который был снят Ославском. Фильм непрофессиональный. Средмаш, который позволял себе еще в начале 80-х заказывать лучших режиссеров, ну, то есть, делать лучшее документальное кино, в 90-м году обращается, ну, я не хочу сказать, к школьникам, ну, то есть, я не хочу сказать, что эти люди не умели снимать кино, но кино сделано на живую нитку, снято за 3 дня, и представляет собой такой жесткий монтажный стык между планами города Шевченко, где находится горно-обогатительный комбинат и интервью со Славским. Монтажные стыки жесткие, неровные, грубые, плохо смонтированные, но это как раз и показательно. Все это позволяет там выявить или указать на специфический статус этого визуального продукта и специфическое положение советской атомной отрасли на момент 90-го года. Если для того, чтобы снять фильм о человеке, который является, ну, потемом своего министерства и живой легендой, требуется маскировка и в виде зарисовок про город Шевченко, если для этой работы приглашаются не вполне квалифицированные специалисты, и если это единственное, что остается, то возникает вопрос, какое место производство этой памяти занимает в системе координат официальное и неофициальное, является ли этот продукт совершенно неофициальным, нет, является ли он совершенно официальным, нет, он занимает промежуточное положение, которое указывает на очень сомнительный, сложный, проблемный и неудобный статус атомной отрасли, который она имеет в конце 80-х, начала 90-х годов в позднесоветском, раннем, постсоветском, экономическом, символическом, политическом пространстве. Любопытно, что задача проговаривания причин опалы и вытеснения молодого мощного министра в полуофициальное пространство меморизации эту работу проделывает тот же режиссер, уже другой, несколько лет спустя. Владимир Новиков напрямую связывает утрату памяти о Средмаш и утрату памяти о Славском с Чернобыльской аварией. Этого не позволяет себе сделать ни один профессионал, находящийся внутри сообщества. Потому ли, что эта связь фиктивна, или потому ли, что внутри сообщества эта артикуляция оказывается невозможна. Я хочу еще раз сказать, что само наличие и само помещение этой меморизации в полуофициальное пространство указывает, если хотите, в социальных категориях на опалу, если хотите, в более психологизированных категориях, ну то есть, по крайней мере, на травмированность этого сообщества чернобыльскими и постчернобыльскими событиями. Второй сюжет, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это материал, который мне довелось получить из первых рук. Я брала интервью у человека, который создал в головном институте Огненска, физико-энергетическом институте в 70-е годы опытное экспериментальное производство. Говорят, что уважающий себя институт, собственно говоря, отличался от неуважающего себя института именно наличием опытного экспериментального производства. Вот человек, которого я отвела в красный кружочек, именно эту работу проделал по отношению к головной исследовательской организации города Огненска. И за 30 с лишним лет ему удалось наблюдать не только рождение, полный расцвет, но и полный крах своего детища. На сегодняшний момент в физико-энергетическом институте не существует вообще ни в каком виде опытно-экспериментального производства. Все, что было собрано этим человеком, а три часа беседы с ним, это рассказ о том, что он собирал. Все было растрачено и, как бы сказать, дефрагментировано в конце 80-х, 90-х годов. Но мой рассказ сейчас и мой комментарий не об этом, а о том, что мой собеседник на сегодняшний момент ведет летопись памяти. Он от руки составляет списки всех, кто работал в его опытном экспериментальном производстве. От слесаря-инструментальщика до грузчика. По его словам, он заканчивает уже сейчас создание этих списков с 70-го года, ну, то есть и до 91-го. Все, кто работал в этом самом опытном производстве. Списки довольно лаконичные, сфотографировать их он мне не разрешил. Они представляют собой реестр, фамилия, имя, отчество, должность. Иногда годы работы. В тех случаях, когда у него есть фотографии, сзади к списку прикреплены фотографии. Больше всего этот продукт, этот проект напоминает, конечно же, книги памяти. И, безусловно, это очень специфическая книга памяти, которая создается в неофициальном пространстве человеком, который переживает глубокую утрату. Ну, или опыт которого организован как жизненный опыт, или финализация жизненного опыта которого, принимает форму тотальной, ну, то есть, и в данном случае детализированной, инвентаризированной утратой. Что важно для меня в этом сюжете, кроме того, что он экзистенциально пробивает, и, безусловно, я хотела бы сказать, что, конечно же, приливка к конструкционистским проектам травматического, она делает те исследования, которые раньше были просто аналитические, еще и специфическим образом, экзистенциально и эффективно насыщенными. Вот что кроме этого? Кроме этого, становится достаточно понятно, что здесь, может быть, как, не то чтобы как нигде, мы имеем дело с необходимостью проблематизировать неустойчивость и зыбкость связки между знаком болезненного опыта, социального распада, радикальной утраты и его означаемым. Потому что, рассуждая об этом сюжете, мы можем выйти не только на распад большой советской науки, но и на момент, к которому невероятно чувствительна советская большая наука к тому проблемному напряжению, которое существует между наукой и техникой, внутри того порядка, который непроблематично обозначен как научно-технический. Люди, о которых здесь идет речь, не будут вспомнены в больших историях института. К ним чаще всего не придут с интервью. И, конечно же, о них писала городская газета, конечно же, для них существовала рубрика рабочей в науке, но очевидно, что с появлением того серьезного напряжения и экономического, и социального, и дискуссивного, которое возникает со спадом больших академических и ведомственных институций, все эти декоративные детали, связанные с уважением к человеку труда, они отпадают. И в этом случае мы наблюдаем здесь почти как множественный перелом, множественную травму. Речь идет не просто об экономическом крахе, дело всей жизни, но и о специфического рода социальном забвении и сегрегации. Наконец, последний момент, который связан с диссидентским сюжетом. Несмотря на то, что на вагне перестройки в 1991 году и на митингах в Обнинске и даже с трибуны Всесоюзного съезда слова обнинских диссидентах были вслух и публично сказаны, но судьба этого сюжета и судьба этой истории во многом остается неофициальной. И основные тексты произведены теми и зачастую тогда, когда эти тексты находились в таком советском дискурсивном подполье и текст Валерия Нозик это хороший пример, насколько я понимаю, архив хранится в мемориале и насколько я понимаю в этом архиве содержится довольно документ, которому я хотела бы сейчас отослаться и перейти уже к заключению документ, который представляет собой я устраиваюсь на 25 минут документ, который представляет собой дневник Александра Васильева, который был заведующим лабораторией дозиметрии высоких мощностей я выписала, чтобы не забыть, в Карповке в фелярии химико-физического института, который был уволен за посещение диссидентских похорон, чтение самоздата и неправильное отношение к пражской весне, лишен форм доступа, переведен в должность сантехника и работая в этой должности в течение года ввел дневники о том, как именно он работает сантехником. Он предлагал эти дневники стен газете своего института, городской газете, горкуму партии, ну, в общем, самым разным агентам. Нозик несколько цинично и меланхолично отмечает, что эти документы до сих пор остаются в его архиве, а архив, насколько я понимаю, находится в мемориале. И, как бы, соответственно, последний момент, на который я хотела бы обратить внимание. Неартикулированность сложных фрагментов социального опыта с одной стороны, структурирующая граница официального и неофициального не отменяет вопроса о том, где же, в каких зонах происходит проработка и артикуляция того материала, о котором сейчас шла речь. Означает ли это, что этот материал не артикулируется вообще, и означает ли это, что поиски этой артикуляции не стоит вести за пределами корпуса тех биографических интервью, которые мы берем? Очевидно, нет. И вполне себе, ну, то есть не то, чтобы очевидно, но в этом случае выведение за пределы разговора и проговаривание травматического опыта осуществляется разными агентами в разных дискурсивных зонах. Проговаривание атомной травмы осуществляется теми, кто находится в маргинальном, пограничном или дистантном отношении по отношению к атомному сообществу. Тот же самый Валерий Нозик, ушедший из ФИИ, уйдя из ФИИ, получает возможность проговорить то, что не получается проговорить ни у кого из тех, кто в институте остался, по крайней мере проговорить публично. Он связывает диссидентские события конца 60-х, не только с политическим кризисом, но и с интеллектуальным кризисом, возникшим внутри института. И создается ощущение, что именно второе, а не первое, является как раз тем основанием для непроговаривания этих событий моими умственными снисильниками. Вполне себе структурные атомные причины, то есть структурные ведомственные причины Чернобыльской аварии проговаривают впервые наиболее внятно Валерием Легасовым, человеком, который отвечал со стороны Курчатника, Курчатовского института, участвовавшего в разработке реактора РБМК, рванувшего в Чернобыле, участвовавшего в расследовании причин аварий, выступавшего в 86-м году на заседании МАГАТЭС докладом о причинах аварий, через два года покончившего с собой, но оставившего перед этим пять магнитофонных пленок с наговоренным биографическим и профессиональным текстом. Вот из расшифровок этих записей можно извлечь фрагменты, в которых Легасов говорит о структурных проблемах, которые существуют внутри атомной отрасли, и которые приводят к Щернобыльской аварии. Внутри сообщества таким образом эту проблему не формулирует никто. Это не означает, что Легасов к сообществу не принадлежит, но время, которое ему осталось принадлежать к сообществу, оно исчисляется днями, часами, может быть, даже часами. Он это сделал накануне самоубийства. Соответственно, совершенно, ну, на этом таком масштабном и очень таком насыщенном экзистенциальными содержаниями фона может незамеченным пройти текст, который, тем не менее, оказывается точкой сборки для того, о чем я здесь сегодня говорю. В 90-м году в журнале «Огонек» обнинская журналистка Муна Черных опубликовала текст, который назывался «Истощение». В интервью, которое я надала моему коллеге Роману Хандошко, Муна Черных говорила о том, что ей очень хотелось опубликоваться в «Огоньке», ей предложили написать о своем городе, и она решила, что она напишет о том, как город умирает. Соответственно, но на Черных свела воедино все сложные опыты, проговорив их и обнаружив некоторый общий стратегический знаменатель, а именно специфическое отношение возникших кризисов по отношению к жизни самого атомного сообщества. Любопытно, что сама Черных говорит о том, что после публикации была сходка в Горкоме, на которой ее должны были прорабатывать, но проработка закончилась для нее счастливо. Обвинения обернулись на политическую элиту города, в общем-то, она ни с кем не рассорилась и даже получила поддержку. Я не хочу сказать, что артикуляция оказалась психотерапевтичной, я не хочу сказать, что трагма осталась проработанной, потому что мы брали интервью в 2012 году, и наши собеседники все так же не были готовы говорить об этих сюжетах. Но, по крайней мере, опыты проработки и проговаривания, они существовали. Я не хотела бы, чтобы мой доклад заканчивался теоретическим как-то паном, и все-таки капля теории. Когда говорят о... или когда пользуют концепцию травмы лакана, довольно часто останавливаются на первой паре из этого трехчлена, ну, или многочлена. Довольно часто речь идет о том, что травматический опыт возникает в зоне вторжения реального в порядок символического. Однако лаканы гораздо менее цитируемых семинарах, и те, кто пишут о конструировании субъекта, лакановского субъекта обращает внимание на то, что на этом работа травмы не останавливается. По сути дела, после вступления реального в порядок символического, или после довольно трудных и многосложных проработок реального символическими средствами, возникает странная иллюзия или странного рода образования, которое лакан обозначил как реальное два, которое в отличие от реального один во многом имеет символические основания и обозначается и определяется как то, что не может быть, как то, что создает символические затруднения, как то, что затрудняет речь, но как то, что находится в горизонте опознания. У меня создается ощущение, что опыт моей работы с обнинским сюжетом выбрасывает меня в зону реального 2, топологию которого я попыталась здесь сегодня представить. Спасибо за это. вопрос. друзья, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, вы когда брали интервью этих людей, прям замечали, что когда вы прикасались к каким-то тяжелым для этого сообщества темам, они попадали в личные тяжелые переживания, то есть там учащалось дыхание, ступор возникал и так далее. Или это скорее более традиционный был эффект, потому что в этом сообществе об этом не говорят. Насколько вы считаете, это были прям личные их тяжелые переживания, с которыми они не могли сказать? Социально в данном случае решается инструментально через работу с экстра и парамонистическими компонентами высказывания. Соответственно, всегда ли, например, ну, по сути дела ваш вопрос, я переформулирую, вы по сути меня спрашиваете о том, до какой степени там телесно мои собеседники были вовлечены и рассматриваете телесную вовлеченность как индикатор личной включенности. Ну, что, собственно, совершенно не обязательно является таковым. Мы просто говорим о индивидуальных стратегиях разыгрывания, ну, то есть освоении, представления, проживания вот этого болезненного опыта. Присутствовали довольно широкие стратегии? Да, присутствовали, но я хотела бы обратить внимание на вот этот момент. особенно говоря о событиях 90-х годов неоднократно, но я бы сказала, что по крайней мере там в случаях восьми я обнаружила довольно любопытную стратегию замораживания аффекта и дистанцирования от него. Да, катастрофа произошла, ну и что? Да, катастрофа произошла, но трагедии и проблемы я из этого не делаю. В этом случае я бы сказала, как повышение тона речи так и изменения режимов дистанцирования в равной степени занимают меня, ну то есть как указатели на этот сложный искусивный коммуникативный рисунок производства вот этого самого диалогического дистанцирования у меня вопрос продолжить предыдущего а ты не задавался вопросом о каких-то дисциплинарных особенностях артикуляции вот этого опыта не связанного с профессией потому что историк и филолог и адрополог по-другому будут говорить о вещах которые напрямую связаны с профессией но так или иначе диспортивно с этим объединены потому что физик имеющий дело с формулами вероятно по-другому артикулирует свой опыт связанный не с формулами вот это мелочное может быть так сложно интернюх они довольно большие поэтому можно было в какой-то степени говорить о тех стратегиях разных стратегиях которые реализуют наши собеседники затративая разные темы в наш случай вот например вот здесь это интервью с человеком который вообще мыслит себя таким доморощенным писателем и начинал с того что думал о себе как о человеке который посвятит себя литературе его речь невероятно гладкая и по сути дела высоко нарративизированная но в тот момент когда он начинает говорить о Чернобыле сюжет распадается и не потому что он не профессионал он физик-реактор специалист по диагностике реактора ну вот например железнодорожную метафору все время работающую в то же время артикулирующуюся и в этой самой перестроечной и выручной объекту когда мы с ним сожгли состоящие пути и это двигается все дальше и дальше и дальше и весь тем в какую самую дальнюю точку ты запихаешь поворот стрелки это абсолютно совпадает с общей рефлексией о своем опыте этого времени в 37-м году мы ошиблись в 29-м году мы ошиблись там когда в феврале 17-го года ну и можно ехать и вдоль врационный опыт там вернулся к Чаадаеву и сказать что в 1988-м году была сделана решимчая ошибка но главное это вот эта вот идея расходящейся стрелки и вот в какой-то момент мы были на столе и отъехали и вот найти точку съезда неправильно переведенной стрелки да и это означает что зона наиболее болезненна подмещается в зону интерпетации ну то есть зона собственно говоря работы с пониманием того что лежит в основе этого сорвите а есть точки раньше регасовской то есть конец он ставит началь конец 50-го года это самое раннее но я бы сказала что эта артипуляция совпадает с опытами нашего наблюдения в поле потому что именно в это время собственно говоря все основные направления формируются карьерные виды застревают возникает структурная кадровая стагнация и которая собственно говоря не опознается и не признается сообществом я не хочу говорить о том что там опознавайся и признавайся она то и вызовы там конца союза были бы отработаны по-другому но зато это пишет планета вперед вот если главная агентская планета вообще-то это совершенно особый мир и вы правильно так сказать это все обозначаете но в нем есть особые были особые условия жизни и существования которые эту травму я чуть равно слышала не которые эту травму с самого начала их уславлили во-первых это была полнейшая секретность и все что связано у нас было с прямой секретностью с прямой так сказать человек который являлся носителем этой секретности это очень глубокие вещи и они людьми приятные вот это вот такое заикание изминание но представьте себе если человек в течение 30 лет раз в полгода я это хорошо знаю потому что мой муж бывший физик ядерщик дает подписку о том что он вообще ни слова никому ни о чем не может сказать в тайне не может общаться никогда с другими иностранцами вообще и эти подписки никто не обменил ведь этого же никто никогда не сказал что это больше не существует это во-первых один элемент который провоцирует эту травму вторая вещь очень серьезная заключается в том что в Чернобыле ведь тоже это тоже общая травма не только их но и всего общества потому что на самом-то деле там ведь возникла сшивка как мы сейчас говорим потому что с одной стороны вроде бы они были уверены в надежности этих реакторов но там же возник мощный до сих пор ведь эта сшивка существует там же возникнет мощный человеческий фактор который просто разнесли этот реактор там в Чернобыле и поэтому у этих тут существует так сказать тут очень глубокий я бы сказала узел который и объясняет вот это вот какое-то соминание какую-то такую вот неясность и еще третья самая главная вещь ну об этом на самом деле проект и тут это конечно прозвучало может надо еще более четко дискоммулировать это был после войны абсолютно действительно как раз калангей перемешало нашей так сказать науки вот это вот уж если давались деньги или как вот они давались вот на ядерные проекты и вдруг это все значит вдруг в 90-м году они остановились они так сказать оказались в состоянии абсолютно эруидной кстати с которой они вообще-то не вышли в 8 лет и это конечно и это конечно вот так сказать создает всю эту атмосферу которая порождает это мычание это не мотует невозможность как-то что-то сформулировать что-то сказать просто не бы хотелось может быть чтобы это было более отчетливо наложено чтобы ваша вся теория была бы более отчетливо наложена на вот эту нашу все-таки на эту нашу реальность на очевидение я очень благодарна простите меня за такое я очень благодарна за то что вы обозначили эти моменты и все-таки я хотела бы сказать почему ну то есть следование путем которое вы предлагаете в данном случае не вполне продуктивно с одной стороны наращивание контекстуализации безусловно важно а дальше мы начинаем говорить Обнинск не был в прямом смысле закрытым городом у меня нет здесь возможности говорить об этом много но я об этом намекнула в начале доклада у него был специфический статус в 56-м году после того как была открыта первая в мире АЭС он был открыт это был единственный из сельмашевских городов куда водили иностранные делегации это был город директор лаборатории В главной лаборатории выступал в 54-м году на международном конгрессе что где в Женеве или где докладывая там в устройстве первой в мире АЭС это был город в институтах которого люди занимались не только секретной проблематикой но и фундаментальными исследованиями в частности изучали взаимодействие нейтронов с веществом это была открытая тема и они работали в международных проектах в городе была проблема связанная с тем что физики активные химики активно едящие за границу публиковали в местной газете неправильные в идеологическом плане воспоминания о Копенгагене или о чем-то там еще потому что они смотрели на этот Копенгаген не вполне идеологическим взглядом ситуация с Чернобылем я понимаю вашу позицию и может быть наличие даже близкого человека ядерного физика объясняет ваш взгляд на этот вопрос но ситуация в достаточной степени непроста и вокруг этого существуют дебаты ну то есть по отношению к которым пользователи реактора и разработчики занимают разные позиции и в этом смысле очевидно что репутация сообщества после Чернобыля радикальным образом пострадала собственно об этом здесь и шла речь и наконец мне кажется что один из главных сложных моментов при работе эмбирической работе с травматическим опытом является приписывание приписывание контекстов и слишком густая интерпретация я бы хотела этого избежать и я пыталась этого избежать показывая как можно действовать эмбирически насыщая работу с конкретными коммуникативными ситуациями в которых происходит выпадение некоторых содержаний там за пределы актуального высказывания и вот про то что я пытаюсь думать мне кажется что изменится если то есть травма как такой вот объясняющей рамки начнешь говорить допустим о цензуре и ты можешь ее опять таки свести к Фрейду и так далее то есть вытеснение другого рода и она тебе позволит тогда оставаться на уровне твоей работы символическим когда мы имеем дело с двумя разнонаправленными или разного происхождения символическими практиками которые пытаются каким-то образом объяснить или затемнить один и тот же опыт тогда ты действительно работаешь с разными дискурсивными традициями и с одной стороны желание рассказать об этом наталкивается на столь же сильное желание не рассказывать об этом и тогда понятен анализ логика твоего анализа здесь я не совсем понимаю куда тебя это тянет потому что с травмой ты уходишь в область отношений и опыта который ты не описываешь в котором у тебя нет доступа в крайней мере в рамках того о чем сказал однако если тебе травма безумно дорогая мне кажется здесь можно вспомнить исследование Мирильдейл когда она помнишь в 90-х интервьюировала солдатцев великое отечественное и говорили ну да они уж не говорят но с травмой они каким-то образом совладали не переводя ее тем не менее дискурсивное пространство да то есть там я не знаю через соматику или там через какие-то другие формы жизнедеятельности но главное то что так сказать травма реализовалась где-то еще не выходя вот это символическое пространство может и у тебя то же самое получается но поскольку материала вот этого нет судить об этом сложно ну давай можно говорить ну о равномерном непрерывном дискурсивном производстве и речь не идет там только о цензуре хотя конечно же там режимы секретности и прочего и рода вещи накладывают например ограничения на порядок высказывания и как вчера говорил Олег что у него есть коробочки там в которых лежат темы у меня тоже есть коробочки в которых лежат темы есть коробочка про секретность например ну или про режимность но здесь речь идет о другом речь идет о том что собственно говоря выводятся те содержания для которых не находится ну то есть наименование и собственно говоря в этом случае мы оказываемся в той зоне которая вполне легальна ну то есть там благодаря действию тех кто перешел к работе там даже я не говорю крайне ну вполне формализованных вариантом работы с социальной травмой как это делают там Александер или Штонка или Смелзер когда они говорят о том что факт события которые разрушают ткань социального изменяют идентификационные порядки может быть должно быть описано как травматическое функционирующее на социальном уровне и переживаемое ну то есть каждым из членов этой социальности ну вот в том числе и момент артикуляции или там наоборот не артикуляции но проблема заключается в том что такая постановка вопроса она зачастую оказывается декоративной и то что они делают они предлагают достаточно механистические сценарии которые ну то есть собственно все это выхалашивают что делаю я я постаралась ну то есть да мало времени получилось не получилось не знаю но я постаралась показать в первом сюжете связанном с диалогическим бессознательным наличие того аппарата который позволяет решать эту задачу ну то есть вполне себе как бы внятно и если угодно корректно одна из главных сложностей по мне применения теории травмы к широким исследованиям социального спектра заключается в поэтическом режиме этого применения ну вот от поэтического но здесь есть возможность перейти в эмпирическое измерение если честно это не очень часто делают ну я не хочу сказать что этого не делают вообще но это делают не очень часто эта аналитическая рамка позволяет работать там где обычно висят декларации ну из серии здесь была травма ну вот я могу показать там где на уровне какой интонации какой сегмент какой фрагмент ну то есть куда выходит все уходит как они образуют стратегические структурные ряды между высказыванием разных информатов как это все соотносится с материалом в других зонах артикуляции в общем я не хочу повторять его второй раз я уже проговорила это все спасибо 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 спасибо